Здравствуйте, коллеги. Наша презентация записывается. Здравствуйте, коллеги. Еще раз вас приветствую. Меня зовут Мария. Мы продолжаем нашу серию вебинаров по Вьетнаму, чтобы вы чуть лучше знали отели. И опять-таки мы даем рекомендации, куда ехать. Сегодня у нас всего 4 отеля, поэтому думаю, что это будет недолго. Я думаю, что все, кто хотели, уже подключились. Но также, если кто-то будет подключаться, и в дальнейшем, и презентация будет, и в записи наша презентация. Так, я тогда сейчас начну. Виден мой экран? Все хорошо? Меня слышно? Видно? Отлично. Так, мы сегодня поговорим про отели «Милия Вентерл Камрань», «Альма», «Камрань Ривьера» и городской отель «Санрайз». Начнем с «Милия Вентерл Камрань». Могу сказать, что это мой, наверное, один из самых любимых отелей во Вьетнаме. Не знаю, почему он мне нравится. У всех, как бы, знаете, как это... Отелей хороших много, но у каждого свои предпочтения. Как и многие другие отели, этот хороший пятизвездочный отель находится в районе Камрань. Всего 15 минут езды от аэропорта. Где-то минут 20 от Нячанга. Находится на берегу красивенного Камрань-пляжа. Так, опять подвисает. Хочется сказать, что, в принципе, «Милия» — это сеть отелей во Вьетнаме. Они есть не только в Нячанге, а также есть и в Дананге, есть и на Фукуоке отель. У них есть своя поощрительная система каких-то бонусов. Поэтому, если являетесь участниками этой программы, то можно получать какие-то бонусы. Например, какие-то ужины или спа-процедуры. Что-то в этом духе. Да, вот то, что я говорила, что каждое посещение... Да, еще раз карта, как добраться. Сам по себе отель замечательный, как, наверное, почти все отели в районе Камрань. Мне они нравятся. Мне нравится, что здесь очень доброжелательное руководство, очень доброжелательный персонал. На самом деле все стараются помочь. Очень красивый пляж. Широкий, большой. Все виллы в этом бассейне... Этот отель представляет собой только виллы. Здесь нету зданий и номеров. Все виллы с личными бассейнами. Как можете видеть, достаточно большое количество вилл, даже несколько комнат. Даже четырехкомнатных вилл 29. Причем, в принципе, когда какие-то меньшие виллы заканчиваются, могут закрываться комнаты и сдаются большие виллы. Таким образом они выглядят. Достаточно большого размера. Как я уже сказала, повторюсь, все виллы со своим личным бассейном. В них либо душ, либо ванна. В общем, прекрасно. Их достаточно большое количество. По-настоящему достаточно дорогой люкс-организация номеров и ванных комнат. Есть виллы в саду. Есть виллы с видом на пляж. Кому, скажем так, как нравится. Плюс-минус, они все похожи. Ну, допустим, конечно же, если это 3-бэдром вилла, то там будет чуть больше бассейн, чуть больше, скажем так, сад. Но в целом, примерно по дизайну они похожи. Так, не будем сильно останавливаться. Вот как выглядит эта 4-комнатная. Да, конечно же, еще раз. Если это несколько комнат в вилле, то с каждой спальней своя ванная комната. Так, 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 так. Так, здесь несколько ресторанов и баров. В которых можно попробовать и морскую, и си-фуд, и европейскую еду. Несколько баров и на пляже, и около бассейна. Хочется сказать, что отель работает по системе, в общем-то, по всем системам, кроме all-inclusive. Это и завтраки, и хавборд, и фуллборд. Самый большой ресторан находится в главном здании. Именно здесь предлагаются завтраки, обеды, ужины, шведский стол. Также Mercado ресторан. А, так, это я перепутала, да. Вот этот ресторан является главным. Именно здесь организованы завтраки, обеды и ужины. Тот предыдущий работает по системе а-ля-карт по меню. Этот находится возле озера. Ну, в принципе, тоже там недалеко. С главным зданием. Прямо рядом с главным бассейном находится бар. Таким образом, очень достаточно хорошая, не могу сказать, что прямо супер-супер, но достаточно хорошая здесь спа-зона. Ну, есть более эксклюзивные отели, где какие-то есть и грязевые лечебницы, и грязевые ванны, и сауны. Здесь этого нету, но, тем не менее, все, что предлагается во Вьетнаме, любые спа-услуги, такие как массажи, обертывания и такое все прочее, все здесь есть. Комнаты по-настоящему организованные, красивые. Их не так много. Здесь всего 8 вип-комнат для индивидуальных процедур. Но весьма достойный спа-центр. Есть джакузи. Конечно же, организация любых свадебных церемоний и любых корпоративных мероприятий. Как видите, белый красивый песочек, пляж на самом деле здесь фантастический. За счет нескольких больших ресторанов есть возможность принять большое количество гостей, организовать мероприятия на большое количество гостей. Ну, а также есть небольшие конференц-залы, но на самом деле очень красивые. Например, вот этот конференц-зал с видом на озеро. Очень красивый. Да, красивый большой бассейн, практически находящийся на пляже. В общем, что сказать. Отель по-настоящему классный, замечательный. Да, достаточно хорошая, я даже скажу, хорошая очень детская комната. Конечно же, услуги не они за дополнительную плату. Достаточно большой, светлый тренажерный зал. Не многие им пользуются, но, тем не менее, бывает. Так, что еще сказать про Мелию? Ну, это то, что здесь можно посетить недалеко и в Нячанге, и рядом с Камранем. Так, из того, что нужно отметить, здесь организован бесплатный тоже по расписанию шаттлбасс в Нячанг. По территории отеля, так как вы видели, территория достаточно большая, тоже ходят такие машинки-тук-туки для передвижения гостей, если там кто-то живет в виллах в саду, до пляжа, до ресторана и прочее. Если есть вопросы по этому отелю, могу ответить. Так. Либо мы продолжаем дальше. Так, хорошо. Вы пока подумайте. Если какие-то вопросы, можно точно так же по всем отелям задать в конце. Буду стараться ответить. Так, ну, сейчас мы переходим к отелю Камрань-Ривьера Beach Resort & Spa. Один из самых, наверное, популярных отелей в районе Камраня. Наверное, как мы рассказывали на прошлом вебинаре, мы рассказывали про Selectum Noir. Камрань-Ривьера что-то похожее. Он тоже работает по системе, фактически турецкой системе все включено. Большое количество ресторанов, всевозможные бары. Это и бар на пляже, и аквапул-бар здесь есть, так что излюблены туристами. И на бассейне с аквапарком тоже есть бар. рестораны есть. Вот, допустим, вот этот орхидей-ресторан. Здесь шведский стол, завтраки, обеды и ужины. Также, но точно так же есть ресторан, где можно попробовать морскую еду по а-ля карт-меню. По системе все включено, два раза посещения включены. Ну, входят в стоимость посещения. Так, хочется сказать, что, да, как я уже сказала, отель работает фактически на турецкой системе все включено. Это круглосуточная анимация, причем и для детей, и для взрослых. Постоянная еда, постоянные напитки, в том числе и алкоголь местного производства. Так, 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 так. Так, прекрасный тоже спа-центр. Здесь целых 12 вип-комнат для получения индивидуальных спа-услуг, где по-настоящему можно отдохнуть. Очень, конечно же, излюбленный отель для семей с детьми. Комнат здесь не такой большой выбор, скажем так. Ну, их достаточно, их достаточно. Я просто имею в виду, что не так может быть много, как этот отель, не настолько огромный по номерному фонду. И многокомнатных вилл и номеров здесь практически нету. Вот, фактически, один номер senior suite for bedroom. Так, в целом, виллы себя представляют фактически однокомната, гостиная, но нету этих разделений на многокомнатные расположения. Так, виллы здесь хочется, да, немножко показать. На мой взгляд, как это, декорация номеров немножко простовата, но на любителя. Все равно здесь все достаточно хорошо, в дереве, экологично, все красиво, так выглядят номера. Также есть, ну, это фактически, это хоть и называется бунгало, но они фактически тоже, как просто в отдельно стоящих домиках, несколько номеров в этих домиках. здесь представляет собой спальня и точно так же гостиный уголок, балкончик, все номера, абсолютно все номера имеют свои балконы, либо террасу со столчиками, со столом. На всех виллах несколько есть тип вилл, на виллах на всех тоже есть свой бассейн. Так, и зона для загорания, шезлонги. Так, вот так каким-то образом примерно выглядит фото этого отеля. Утопает в зелени, как и все отели в Камране. Достаточно хороший, интересный аквапарк, причем и для взрослых, и для детей. Есть и детская зона по системе, для тех, кто живет по системе, все включено. В принципе, это только на системе все включено, работает, поэтому посещение аквапарка безлимитное. Так, если по Камранде в Ере, да, как я уже сказала, система, отель работает по системе, все включено. И также организован бесплатный шаттлбасс до Нячанга. Если есть вопросы, отвечу, потому что не знаю, что еще сказать по этому отелю. Так, мы тогда продолжаем дальше. Раз вопросов нету, продолжаем дальше. Также еще один интересный отельчик, небольшой, достаточно отельчик района Камрань, достаточно уединенный, это Альма. Как я уже сказала, он не очень большой, но здесь тоже есть и здесь и павильоны, и сьюты, примерно, как-то можно сказать, примерно, хотя даже не виллы, а павильоны здесь выглядят тоже, они в отдельно стоящих зданиях, несколько павильонов включены, такие, как конда. Несколько, но здесь много, достаточно много номеров с несколькими комнатами, у каждого номера, если это вилла или это на первом этаже, то есть бассейны, если это где-то наверху, то есть джакузи. Номера достаточно хорошо организованы и декорированы красиво. Так, этот, так, Альма работает тоже на всех типах питания, кроме All-Inclusive, это и BB, и Halfboard, и Fullboard. По меню только заказывайте напитки алкогольные, безалкогольные включены, а алкогольные не включены. Причем здесь на территории этого отеля несколько ресторанов в саду в Альма Гарден ресторан здесь будет поддаваться шведский стол, самый большой здесь завтраки и ужины, но также на территории есть несколько ресторанов, причем один из них даже итальянский, один есть японский, ну и конечно же еще один, где конкретно можно попробовать и вьетнамскую, конкретно вьетнамскую еду и морепродукты. на территории отеля также располагается небольшой театр, где иногда проходят выступления, большое количество, хочу сказать, что плюсом этого отеля является большое количество спорт-активитей бесплатных, скажем так, и бесплатно то, что можно взять, например, на пляже, можно бесплатно взять каяки, сабборты, поиграть в теннис, баскетбол, волейбол, фу-фу-фу, даже, например, корт, он в течение всего дня практически бесплатный, бесплатный он только после пяти вечера, бесплатные занятия йогой, они по расписанию, но вечернее время, здесь не утреннее, так как очень часто бывает утреннее, несколько горок, есть аквапарк, что тоже является большим плюсом, особенно для семей с детьми, для гостей и отеля посещение включено, так, ну, также на территории отеля есть караоке, это, конечно же, за плату, но для развлечения гостей все есть, единственное, здесь шаттлбас за дополнительную плату, насколько я знаю, насколько я помню, это достаточно недорого, буквально несколько долларов, но они здесь не предоставляют бесплатный шаттлбас, так, ну, конечно же, здесь тоже есть несколько конференц-залов и со всем необходимым оборудованием для проведения презентаций, так, да, если так, сейчас посмотрю, что есть по вопросам, инфраструктура вокруг ривьера, вы должны понимать, что, в принципе, в районе Камрань как таковой инфраструктуры вокруг отелей нету, это фактически отель, стоящий, ну, как это, в поле, конечно, потому что он, получается, он как в саду построен, но вся инфраструктура, если говорить, рестораны, клубы или еще что-то, не принадлежащее отелю, вы видите, что все эти отели в районе Камрань, на территории их много всевозможных развлечений, таких, как и даже и караоке, и всевозможные рестораны, и, например, в Камрань-Гювьере даже организованы постоянно какие-то пати, там будут и караоке-вечеринки, и пенные вечеринки, ну, и всевозможная анимация, но это все принадлежит отелю, как в Египте, как где-то, например, в Турции, как таковой инфраструктуры выйти из отеля и пойти погулять по ресторанам, нет, здесь нету, это надо добираться, почему я всегда застряю внимание на шаттлбасах, потому что для какой-то инфраструктуры, если хотите, что-то сверх отеля, из Камраня нужно добираться в Ничанг. Так, а вот сейчас как раз-таки мы перейдем к отелю, так, да, перейдем к отелю Санрайз, он как раз-таки находится в сердце Ничанга, это для тех туристов, кто как раз-таки хочет насладиться всей городской инфраструктурой, посетить всевозможные разные, разнообразные ресторанчики, магазины, все это в шаговой доступности, вот вышел из отеля, по правую, по левую руку, все рядом, но пляж здесь находится через дорогу, как и во многих, как и во всех практически отелях Ничанга. Хочется сказать, что этот отель по соотношению цена-качество очень рекомендуем, фактически он считается 4,5-5 звезд, сервис здесь прекрасный, я даже не знаю, за счет чего там может быть 4,5, может быть, не такие большие комнаты, расположение, расположение комнат, здесь тоже достаточно стандартные делюксы, есть делюксы и с видом, и почти все, здесь, в принципе, почти все комнаты смотрят на, почти все комнаты Ocean View, ну, есть несколько, но буквально в основном все Ocean View, что еще, в принципе, рассказать про этот отель, очень красивый здесь бассейн, его на самом деле очень любят, такой очень, скажем так, в Инстаграм-стиле, в принципе, интересный есть Sky Lounge на самом верху, на самом верху, на крыше этого отеля, где можно и выпить, это, конечно, не ночной клуб, но, тем не менее, для ужина и для какого-то мероприятия очень даже весьма подходит, но, тем не менее, как я уже сказала, в Нячанге нет вопросов, если куда-то хочется пойти, там рядом всего целая куча и клубов, и ресторанов, для городского отеля здесь достаточно неплохой детский клуб, так, 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 ну, что здесь еще такого рассказать, интересный кофе-хаус, на первом этаже очень такая достаточно большая терраса, где можно попить кофе, конечно же, как и у многих отелей в Нячанге на территории, на территории городского пляжа есть свои шезлонги, где предоставляются и полотенца, и зонтики от этого отеля для гостей, ну, конечно же, тоже есть и тренажерный зал, конечно же, есть конференция, залы для организации каких-то корпоративных мероприятий, ну, и я сделала немножечко пару фотографий, как шипят, у этого отеля не очень, чтобы иметь представление, как выглядят немножко номера, я уже сказала, номера может быть и небольшие, но они почти все, не почти, а все имеют либо балкон, либо вот такую террасу, достаточно большую, рассчитанную на два номера, если это наверху, то это будет балкончик, если так, то терраса, а, и также хотела продемонстрировать, как выглядит Deluxe Family, у них есть такой вариант номера, как Deluxe Family Room, но надо понимать, что это, ну, как бы, это по сути коннект, но, как видите, двери здесь нету, просто как заходишь и просто через стену две комнаты, вот специально вам хотела показать, как выглядит этот номер, есть несколько номеров, мне очень нравятся здесь именно номера, вот как вот эти джуниор-сьюты, он, во-первых, Ocean View, конечно же, конечно же, с гостиной, и мне очень нравятся джакузи на балконе с видом на океан, очень здорово, и в несколько категорий номеров, это Executive, по-моему, и джуниор-сьют, которые самой высшей категории, в них уже сразу включено раннее заселение и позднее выселение. Так, ну, в целом, чтобы вы имели представление о том, как декорированный этот отель в таком достаточно королевском интересном стиле, очень достоин посещения, особенно за его стоимость, и так как они очень здесь гибкая система скидок и всевозможных бонусов, поэтому мы очень любим этот отель, и наши туристы также. Так, посмотрим, что здесь по вопросу. Так, 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 так. В отелях не Левен Перл, виллах с видом на море, со всех спальных комнат видно море. Здесь на шесть человек. Так, 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 так. Виллах на шесть человек, две спальных комнаты, Кинка, СА, СБ, третья спальна, раздельные кровати. Ну, сдвинуть их, конечно, по запросу могут, но поставить кинг-сайз вряд ли, поэтому как бы надо смотреть, если, да. Да, со всех ванных, если это Ocean View Villa, то будет со всех спальных комнат видно море. Есть ли балконы в Санрайз? Да, я сказала, во всех номерах в Санрайз есть либо балконы, либо террасы. Так, еще какие-то вопросы есть? А, я не сказала, на какой системе. Санрайз тоже работает по системе завтраки, хавборд и фуллборд, поэтому туристы могут выбрать. Ну, в городских отелях, конечно, самая популярная система это все-таки ВВИ, потому что люди туда и приезжают для того, чтобы насладиться инфраструктурой вокруг. санрайзов. Окей. Так, санрайзов много, а этот в каком курорте? Именно этот санрайз в Нячанге. Именно этот я рассказывала, это санрайз в Нячанг. Разместить в Большом Булгало в Ривьере? Так, ну, знаете, что я сейчас посмотрю, сколько у меня сейчас здесь написано, если попасться, я посмотрю. В Большом Булгало, честно говоря, этот вопрос надо задать, а лучше задайте в нашу группу, и мы вам на него ответим, потому что, честно говоря, я сразу сейчас затрудняюсь ответить, сколько она и по метражу, и сколько там в Большом Булгало. По-моему, там не особо есть несколько комнат, поэтому я думаю, что все равно не сильно большое количество взрослых там можно разместить. Еще есть какие-нибудь вопросы по отелям? Так. Я так понимаю, вопросов нету. Хочется верить, что я хорошо рассказываю, если у вас нет вопросов на все остальное и все понятно. Так. Ну, тогда есть ли вопросов... Так, а, так-так-так. Что для детских развлечений? Это про какой отель вопрос? Про детские развлечения не очень понимаю, к чему вопрос. А, Санрайз, там есть небольшая детская комната, но она на самом деле небольшая. Как я уже сказала, городские отели, ну, они не так приспособлены для деток, как все-таки... Они не так приспособлены для деток, как отели Камрани, где это большие пространства, большие... Большие пространства и большие компа... Большие детские комнаты, большие... В отвлекли меня. Где много всевозможных развлечений, аквапарка и прочее. Туда вход платный для постояльцев отеля. Так, подождите, не путайте. Винперл, Мелия. Так. Винперл, Мелия, он называется, по сути, владелец этого отеля. Владельцы... Это совсем другая сеть. Это Мелия, Винперл, это не Винперл. Не путайте. Для проживания в этом отеле у них есть свои акции, свои какие-то бонусы. Нужно запрашивать. Нужно запрашивать. Так. Нужно запрашивать и они предложат посещение... посещение парка, включенная в стоимость этого отеля. Но, тем не менее, автоматически тем, кто проживает в Мелии, Винперл, нет такого, что если вы взяли фуллборд в Мелии, Винперл, то вы можете посещать Винвандерс. Более того, чтобы понимали, Винвандерс находится на острове Ханче в Нячанге. А Мелия, Винперл, это камрань. Это недалеко. Именно непосредственно есть еще одна Мелия, Винперл, она находится в городе, в Нячанге. Но непосредственно тот, про который мы говорили сегодня, он находится в районе Камраня. Это ближе к аэропорту. До Нячанга еще надо доехать порядка... порядка полчаса. Так, надеюсь, я ответила на вопросы. Что-то может быть непонятно по парку, по Винперлу. Если что, спрашивайте. Спасибо. Я думаю, что запись у моих коллег из Фанэнсан будет, они ее сбросят. Я презентацию, которую я рассказывала, тоже сброшу. Коллеги, всем приятно. Так, погода в начале ноября не дождливая. В начале ноября еще будет неплохо. К концу ноября-декабрь могут быть вероятности дождей больше. Опять-таки, постоянных дождей в Нячанге нет. Тут такого, чтобы это был просто непроходящий дождь. Но, тем не менее, вероятность его с конца ноября-декабрь становится выше. Не, ну да, фактически, я говорю, да, с конца ноября, декабрь и еще январь фактически, да, может. И, честно говоря, в прошлом году вообще погода и сезон, наверное, ну, на моей памяти, сколько я работаю уже с Вьетнамом, наверное, самая холодная зима, я могу сказать, самая холодная и самая дождливая, нетипичная. Фактически, да, к концу января, февраль, она уже идет на улучшение. Самые такие, считается, плохие месяцы для посещения Нячанга это именно ноябрь, вот, ну, вот с конца середины ноября, декабрь, январь. Да, все отели предоставляют, только вопрос, какие-то бесплатно. Честно говоря, в основном отели из Камарана предоставляют бесплатно. Ну, некоторые предоставляют за дополнительную плату шаттл до Нячанга. По расписанию. Обычно это на рецепции надо уточнять расписание, и по расписанию ходит этот шаттл. Стоимость парома от Нячанга до Ханчи по-моему в районе 8 долларов. Да, он стоит в районе 8 долларов. Там не паром, а катер как таковой. в октябре. Я тут по прогнозу. Ну, прогнозу, конечно, да, вроде бы обещали, вроде бы, да, обещали, и последнюю информацию, которую я видела, обновление, по-моему, с декабря, к Новому году, они ее планируют запустить, канадку. Да, хочется надеяться, что уже допустят. комфортно отдыхать в октябре. Вообще, обычно в октябре еще достаточно комфортно отдыхать. Дождливый сезон еще не начался, дождей меньше, температура там все равно теплая, но, конечно, с прогнозом я спорить не могу. Я все-таки не метеоролог. Я представитель компании Omega Travel, мы сотрудничаем с компанией Fun and Sun. Работая с Fun and Sun, вы отправите туристов к нам. По канадке уже ответила, обещали в начале декабря к Новому году ее открыть, но обещают уже давно, поэтому хочется надеяться, что наконец-то ее откроют. Коллеги, если вопросов уже нету, наверное, мы тогда будем наш вебинар заканчивать. Всем спасибо за внимание, всем спасибо за вопросы. На следующей неделе встретимся на вебинарах по Fukuoka и по Майне. Продолжение следует...